ДАРК СОЛС 2 То есть, постигли, в принципе, эту игру и полюбили её. И вот вторая часть. У меня была куча возможностей поиграть в бету, потому что она была в открытом доступе. Была возможность узнать о ней что-то, но я сознательно избегал этого, потому что мне хотелось окунуться в эту игру незамутнённым. Именно так можно получить наибольший кайф. Прохождение будет по атмосфере, поэтому можете надевать наушники, мы не будем никуда спешить и медленно, чайной ложкой постигать этот мир. Как бы там ни было, мы оказались в этом непонятном месте. Сервера пока лежат, потому что это первый день запуска игры. По этой же самой причине я вполне возможно буду подтупливать, потому что сейчас пол третьего ночи. Хотя, скорее, уже даже три, наверное. Но, тем не менее, мне хотелось сесть за неё прямо сейчас. Буквально 15 минут назад игра стала доступна. Но и тем не менее, давайте двигаться дальше. Несмотря на то, что игра довольно-таки не хоррорная, временами в ней очень страшно. И вот сейчас слышите звуки. Это что ещё такое? Что-то мне подсказывает, что надо топить. Так, хорошо. Куда же мы попали? Мы ничего не помним, я не понимаю, как мы вообще оказались здесь. Насколько я понимаю, с первой части тут связи не так много. Совершенно другое королевство. Совершенно другие... Так, мне, походу, туда... Что здесь? Япона, мать! Среди прочего, понимаете, что это Dark Souls, то есть мы будем довольно много помирать. И вот эти вот звуки, которые исходят оттуда из-за угла, и вот эти же следы, это, блин, это явно не к добру. Какого чёрта я сюда попёрся? Ладно, допустим. Я думаю, это была довольно-таки отстоянная идея. У нас нет никакого оружия, но пока что я могу сказать, что в принципе система абсолютно такая же, как в Dark Souls. То есть управление и всё. И мы могли бы с ним, наверное, справиться. Но для начала нам нужно получить оружие и как минимум создать персонажа. Поэтому ладно, побежали. Я немножко ориентируюсь в начале, то есть я посмотрел эту игру знакомого первые пять минут, поэтому понимаю, что тут как вообще происходит. Для начала создаём персонажей, и я думаю, мы с вами выберем класс двуручный воин, потому что никто не играет, все его боятся. А мы с вами... Ну, собственно, давайте всё-таки маленько вникнем в сюжет, а потом я поговорю. Ну, как? к этому доброму старому, не так ли? Ты закончился. Ты пойдешь в Холлоу. Да, ты станешь одним из них. Холлоу служит на них, ехать на их душах. Это мы знаем. Мы навыдались опустошенных. Вы очень добрые дамы, надо отметить. Вы очень добрые. Что ты назвал? Зовут меня? Ну конечно же. Конечно же, кто бы мог подумать. Зовут меня. Ну так, на самом деле не так. Хорошо. Поп-коп приходит именно в те моменты, когда он нужен. А иногда и нет. Поп-коп. Ох, о-хо, ох, ох... Unless you know your own name. Here's your reward... for sharing. Это человеческое искусство. Посмотрите. Кто ты думаешь, что это должно быть? Это ты. Да. Это у тебя искусство. И вы знаете, я в раздумьях. Так, ну ладно, давайте по ходу дела разберемся. Как минимум нам нужно выбрать класс. И в принципе, вы знаете, Dark Souls такая игра, если кто-то только присоединился к нашему празднику жизни, в которой можно выбрать, скажем, рыцарь и сделать из него в итоге неплохого мага. И наоборот, или, допустим, клирика, или колдуна. Потому что боевая система очень гибкая. Но я хочу сделать декс класса, то есть который будет очень быстрым, очень уворотливым. Но в итоге все-таки маленькая переметнется и в сторону тяжелой брони, как у нас было и в первой части. Для этого нам нужно взять, как минимум, наверное, мечника. Но у мечника двуручный бой, это главное нововведение. Dark Souls 2, на мой взгляд, потому что я всегда хотел такой в Dark Souls. Но при этом говорят, что им очень сложно драться. Учитывая, что игра сама по себе дичайше сложная, это будет сложнее вдвойне. Поэтому мы с вами сейчас, похоже, врубим режим True Hardcore. Ну, ладно, мы любим сложности. Хорошо, Dark. В предыдущий раз мы выбирали с вами ключ, по-моему, от всех дверей. Но здесь такого нет. Кольцо жизни, которое повышает ОЗ, неплохо. Человеческая фигурка возвращает полок к жизни. Это типа Humanity, человечность и что-то. Возможно. Различное лекарство пригодится всем путникам Дранглика. Косточка возвращения, это Homeward Bone. Семь дерева гигантов. Сила врагов. Так, это еще больше Hardcore, но нет. Нечто окаменевшее. Так, ну на самом деле возьму кольцо жизни, потому что это неплохая прибавка к ХП, я так понимаю, будет. А, немного повышает. Ну, ладно, я думаю, это нормально. Хорошо, можно завершить, а можно углубиться, собственно, в создании персонажей. Я, правда, не знаю, как это делать. Так, это нам направо нажимаем не работает. Правым стиком мы вертим камеру. То есть шифты не работают вообще. Так, ну, в принципе, вы знаете, я думаю, этого будет достаточно. Не будем тут особо заморачиваться, потому что в этой игре она никогда не была про внешность персонажа. И, в принципе, я думаю, нас такое устроит. Меня, конечно, беспокоит то, что мы взяли класс меч, потому что это будет очень сложно. Но мы разберемся. Я пришел сюда за первый раз, чтобы убрать меч. Ты не другая, я должен думать. Хмм, не принесет шанс. Ну, ты никогда не знаешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Приятные дамы. Ничего не скажешь. Открывай дверь и приводишь в Хрифт. Но помните, держи к твоим Солям. Они все это защищают тебя от пройдя в солнышко. Мы это понимаем Ну, собственно, вот такое вступление Дальше я не видел, и слава богу И сейчас, я думаю, перед тем, как идти вперед Нам с вами нужно Двинуться назад и попробовать на зубок того тролля Я думаю, настучит он нам по самой небовой Но, в принципе, разберемся Люди спросят, на чем я играю Если еще не поняли, я играю на PS3 На чем лучше играть, на PS3 или на Xbox на данный момент? Да, в принципе, разницы большой нет На PS3 идут временами серьезные просадки FPS Чего нет на Xbox На Xbox зато есть страшный тиринг То есть, насколько я видел, там реально картинка рвется Так, а я туда пришел? Это бонфаер? Похоже, что да Так, ладно, будем иметь в виду Давайте отдохнем около него На самом деле, вы знаете FPS реально Оставляет желать лучшего Я, честно говоря, что-то не могу это взять, да? Или как? А, вот он, все понял Так, ладно, будем иметь в виду Хорошо, тут есть еще что-нибудь Здесь есть проход, который ведет нас куда-то в новое место Так, а там, соответственно, у нас Боевка, насколько я успел увидеть Она реально абсолютно точно такая же, как во второй части Ну, за, собственно, единственной деталью, что мы играем бойцом нового класса Так, это оно? Это, похоже, оно То есть, двуручных бойцов пока не было Но в целом, я думаю, мы себя почувствуем как дома Потому что я очень много играл в Dark Souls, Demon's Souls И не думаю, что с этим у нас серьезная проблема будет тут Но вы, я думаю, понимаете, что мы будем умирать очень-очень много Просто потому, что это такая игра Хорошо А вот смотрите, он какой-то даже не атакует, по-моему Нервный Но будем атаковать его первыми Бэкстеп на него сработает Так, спокойно паря Так, тихо, это что за хрень? Понял ППС на самом деле не очень Вообще не доп Так, пошли-поехали Я ничего не вижу Хорошо, хорошо Ладно, допустим А это что еще такое? Так, ладно Самое главное, привыкнуть, маленький Так, отходим Отходим, нафиг Хорошо, первый Блин, он какой-то Какой-то не такой И падаешь, да? Так, ну в принципе, ладно Терпимо Места просто очень мало Так, ладно Маленько освоится И уработаем Куда нафиг Не денешься Ах, тихо Спокойно, братья Не падай Уходим Так, пропускаем много ударов Я даже не уверен Сможем ли мы его победить Но Я буду прикладывать Для этого все усилия Тихо, родной Тихо, 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 тихо Давай И падай Не такой уж ты сильный, да? Помните меня, ребятки? Я вас неплохо вырабатывал В свое время Падай Не хочешь падать? Ну, давай, родной Давай, давай, давай Пошел Блин, вот эта вот штука Которая делает Повторный удар Она меня сейчас Довольно сильно подставляет Но в принципе Это уже не жилец Расслабляться, конечно По-моему, все-таки не стоит Так Ох, я помню эту игру Так, все Пора тебя сдохнуть Прощай Прощай, пацан В целом, вы знаете Помните Блайт Таун На PlayStation 3 Какое-то было Невыносимое порево Когда вы играли Примерно с 15 кадрами в секунду Сейчас я вижу Что, в принципе Здесь Сейчас имеется Так, блин, я не посмотрел Здесь На постоянке Идет, наверное, кадр В 20-15 секунды Меня это совершенно не радует То есть, реально Временами Золотая смола Ну, первый бой Будем считать Довольно-таки удачным И я на самом деле Уже начинаю жалеть Что я взял себе двуручника Потому что я все равно По привычке пользуюсь Одним мечом Я даже не понял В чем прикол двух мечей Потому что Их даже как-то Комбинировать особо Не получается Хотя левый удар Как видите Он прямой А правый Губящий Чертова знает Может привыкнем А может сменим Второй меч На Что-то другое Хорошо Здравствуй, мадам Это Это Лимбо Лимбо Линк между Дранглеиком И 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 Я знаю Что-то Уберите историю Почему Вы Возьмите Такое место Этот последний, декабрь, королевский. вроде нет а да еще одна характерная деталь замки теперь лома ой замки говорю сундуки теперь ломаются то есть если вы будете по ним стучать они сломаются из них вы получите какие то по моему мусор что ли поэтому ломать их не стоит но временами это полезно то есть нанести один удар и проверить не мимик ли перед вами мимика если кто не знает то в принципе можете посмотреть мое предыдущее прохождение ссылка на архив в описании так я смогу поднять уровень похоже что нет своей помощью можно обратить опустошение так у нас в принципе опустошение сейчас нет хорошо ладно допустим ящик с предметами у меня пуст потому что я покупал сам обычную версию игры в цифровом магазине так давайте-ка попробуем снаряжение так это первая ячейка тихо кто-то там по-моему рычал только что ладно сейчас разберемся вторая ячейка правого оружия у нас будет нет белое оружие тоже нет так а на место щита подожди секундочку а где же у нас тогда находится факел который мы подобрали новый инвентарь не могу сказать что мне дико нравится но по крайней мере временами я думаю он нам поможет дополнительно снижает равновесие противника используйте не могу это используйте не могу видимо она либо надета ну ладно потом сброси хорошо пока что собственно вот так насчет факела я факел честно говоря пока не наблюдая даже в монтаре ладно пойдем посмотрим по очереди что допустим вот это за место такой кто мать твою кто ты такой как вы понимаете счета у меня нет единственная защита это первым внести упреждающий удар или вернуться так на хорошо опустошенные в игре по-прежнему довольно слабы так ладно это у нас похоже обучающие глифы подлянок нигде нет я помню как эта игра работает хорошо пока двигаемся мы довольно медленно ну ладно давайте идти в эту сторону а там дальше дома разберемся куда и что так а где же где же блин факел я же брал его очень любопытно а вот факел но он как-то то есть видите справа у нас есть факел но как мне достать черт его знает ладно это у меня напишите в комментариях пока я буду отсыпаться после этих двух первых серий которые увидите сегодня дальше может пойдем когда я буду выспавшийся так дать попробуем на том кто у нас находится здесь а так справа товарищ слева вроде тихо ну раз не такой что страшно пока что каких-то особых проблем не возникает но это потому что блин это начало но честно говоря опыт очень сильно помогает офигеть это что еще такое были на звуки какие жизнеутверждающие а вот здесь надо быть поаккуратнее потому что блин тут можно упасть прощай довольно просто сейчас до пендриваюсь это мы знаем ох уж это управление управление во многом сделали лучше она она по-прежнему такое же гиперчувствительное то есть вот в таких моментах где очень легко слететь вы это почувствуете хорошо там нас кто-то ждет какой-то он толстенький что ли здесь лучше не падать хорошо кинжал нам подойдет очень похоже на засаду сверху вроде спринуть никого куда страны давай стреляя слышу там еще один за углом еще второй там ну давай парирует уж я не буду пожалуй окей темновато вас здесь блин я думаю элементарно здесь на самом деле использовать этот ваш факел но я не вижу честно просто на какой кнопки он может быть ну и хрен с ним у меня 6 каких-то самоцветов жизни и я думаю мне нужно было усесть суток костра и восполнить их это местные наверное стус пласки но как вы понимаете я пока что немножко нуб я забыл про такую деталь в принципе я совсем недавно проходил а черт они ждут сам наводящийся всем недавно проходил по новой прибыль куда дышим прошел и ну не знаю часов за пять наверно как все знаешь это довольно довольно просто хорошо родные интересно здесь есть в самом начале какие-нибудь секретики этого не знаю скрытые какие-нибудь комнаты по графике кстати говоря уже я то есть читал форумы идут споры насчет того хороша ли графика дарск соус 2 тут надо понимать что люди в принципе откормленные баттлфилдом четвертым кукурузисом третьими и тому подобными играми они вправе в принципе ожидать чего-то такого же высокотехнологичного от новых игр но дарк соус он всегда был не про это и все части они были не венцом эволюции в плане визуальных эффектов при этом еще и тормозили как правило и работают через одно место но при этом они брали всегда другим своим визуальным стилем который не был похож что это это то хорошо такое же было в сайломе в дарк соус и там тоже можно было скидывать вещи то есть это работал довольно таки странно вам нужно было бы выбирать вещь инвентарь делать допустим выкинуть после этого выходить из игры на экран главного меню после этого заходить их тихо пыли то что ты делаешь после этого заходить обратно и таким образом вы отдавали эту вещь и после этого получали что-то новенькое что если спрыгнуть вот сюда я не думаю что я убьюсь так хорошо душа безымянного солдата самое то что нам нужно управление очень чувствительное дичайше просто так тихо а чё это а слушай так это не то ли место где собственно появился он там я проходил тут лесенка и вот эту лесенку скорее всего нужно было столкнуть но я этого не сделал гениально ладно разберемся с этим по ходу действия я совершенно не представляю куда я иду это на самом деле круто потому что брендарк соус уже заучен здесь что-то новенькое интересно там не босс ли у нас случаем здесь настолько еще темно что я не вижу где здесь обрыв где нет вот эти штуки мне кажется можно зажигать так но как же это делается это взять оружие в две руки это использовать вещь которую я еще просто так прокакал ладно разберемся хорошо давайте просто вау просто ходить и смотреть что здесь вообще есть мне бы просто пока понять где я нахожусь где враги где я куда идти куда-то я пришел на что-то мне подсказывает что это хреново место чтобы в нем находиться ваше ж мать ничего не видно куда это я вышел маджула маджула это хорошо наверное еще бы знать что это такое увидеть бы где-нибудь поблизости бонфаер ты бы решила ряд проблем а вот там кстати говоря я вижу что-то похожее на него что ли на самом деле вы знаете я не уверен что это то место где мне сейчас нужно быть я думаю разберемся этот открытый мир он меня поначалу запутал как вы помните в первом dark souls то есть не всегда было понятно куда идти и в некоторых местах вам просто раздавали в некоторых это выглядит вполне обитаемо и в принципе совершенно не страшно сейчас может любую секунду прилететь дракон в пол экрана и просто заживать нас одним своим зубом ну ладно поздравляю вас мы нашли первый костер и давайте посмотрим что мы можем у него сделать отправиться это перемещение а слушай тут есть быстрее перемещение полезно составить заклинание окей горение так мы в принципе как то так я не знаю пока не могу сказать где именно находится здесь в наталье мой ладно неважно я там буду очень долго разбираться хорошо по крайней мере у нас есть бонфаер я на самом деле что-то у меня есть такое подозрение что это место оно что что круто оно является в своего рода мексусом как вы помните в демон соус где мы будем общаться приводить сюда с новых спасенных персонажей а и и и и красиво и и и Продолжение следует... Вы можете повысить уровень при помощи силы... Окей... Так, милая, что еще ты можешь? Жизнь утверждающая Давайте посмотрим на солнце Praise the sun все-таки Вы знаете, мне кажется, я пришел в нужное место, но сейчас я... Ого... Да, это реально что-то наподобие Нексуса, я так понимаю Ох, какие виды, это просто Саурон Это просто обалденно Ты не милая, да? Ты, не знаю, не знаю. Ты у тебя такой отличный вкус, и сочетание невероятного длительства. Это Маджула. Это видимо отмечения. Место, где жизнь почти нормальная. Я в Ди Дрэнг леку в эти дни. Есть очень мало места, как это. Хорошо, что ты мне еще расскажешь по этому делу? Ой, какие вы все тут жизнерадостные. Я-то думал, ты скажешь что-то в духе «вославь солнце». Соляры, конечно, не хватает. Буквы стерлись до неузнавания. Неузнавания, хорошо. Вы знаете, я всегда придерживался мнения. Сейчас начнут кидаться какашками локализацию, но, на мой взгляд, лучше худая локализация, чем хорошее отсутствие вообще какого-либо русского языка. Потому что, с одной стороны, да, можно понять тех людей, которые пишут «проходите игру на оригинале», потому что там гораздо более соблюдается атмосфера. С другой стороны, огромный пласт людей, огромное количество людей не понимает русского языка. Как бы тим. То есть, все, как обычно, думают только о себе. Так, а куда это может привести? Вы знаете, я пойду назад. На мой взгляд, лучше делать локализацию, а язык, если вам так уж противен и вообще не нравится собственный родной язык, то вы возьмите и поставьте английскую версию. Здесь есть такая возможность. Локализация, на мой взгляд, не торт. Мне говорили об этом, и сейчас я это вижу сам. Но лучше уж пусть будет такая, я не знаю. Это, по крайней мере, не промок перевод. Хорошо, я пойду назад. Там еще было несколько дверей, которые можно было открыть. Мне кажется, это своеобразный хаб в разные миры. Но, я думаю, по ходу дела разберемся. Это дерево выглядит подозрительно. Хотя это, скорее всего, просто тень. Давайте попробуем ударить его, потому что мы помним приколы. Так, и опять же, ввиду того, что я сейчас под упор, это я мог просто попробовать прокачать свой уровень на костре. Потому что теперь, я думаю, мне это дадут сделать. Но вместо этого я убежал со всеми этими душами. Хотя, в принципе, я не думаю, что здесь тысячи душ, если что, набрать большая проблема. Голова совсем не соображает, честно говоря. Просто хотелось именно вот сейчас ее попробовать, именно сейчас поиграть. Ну, с Богом. Давно забытое чувство абсолютного, то есть, непонимание, куда идешь и чем идешь. Пока что я не вижу ничего страшного. Но здесь есть... Что? Обыщите местность. Пока что я вижу пропасть. То есть, тут настолько темно, что... Да, падать туда не стоит. Справа, я думаю, можно обойти, а можно и скатиться. Чертова знает. Похоже, пока что... Пока что мы тут не пройдем, да? А, слышь. Отлично. Пока я был вне управления. Сейчас, братья, ты мне ответишь за то, что... Спасибо. Ах ты... Так, ладно, надо привыкать, что урон мы вообще не можем блочить никак. Там внизу кто-то... Кто-то есть. Я практически на 100% уверен, что спрыгнув сейчас туда, мы умрем. То есть, тупо от падения. Хотя, больше, по сути, идти-то и некуда. Ну, че ж... Как думаете? Вот там стопудовый босс. То есть, определенно. Как думаете? Стоит попробовать умереть в случае чего. Это Dark Souls. Поэтому давайте пробовать. А, че? Ты там один такой? Сейчас я тебе раздам, товарищ. Зря ты это делаю. Вы знаете, второй меч не так уж и бесполезен. Хорошо. Мне нужно немножко прокачаться, прежде чем идти к какому-либо боссу. Но я иду к боссу. Это же босс? А, похоже, нет. Так, ура, родная. Вообще, родная. Слушай, это кота. Вон там лестница, которую надо было сбить. Вот тут... Вот тут у нас товарищ, которого, в принципе, опять бить очень долго. За ним там... Водка, что ли, какая-то. Походу, да. Так, отсюда я никак не спущусь. Так, тихо. Ага. Ага, хорошо. Так, давайте-ка я сначала посмотрю, что у нас там. Потому что, блин, на два таких, по-моему, меня может не хватить. Если что, сбив вот этого... Удобно. Теперь, умерев, мы окажемся, по крайней мере, не так далеко отсюда. Ладно, теперь можно со смелой совестью попробовать. Со смелой совестью. С чистой совестью. Что же я... Что же я несу? Интересно, их можно как-нибудь по одному выманивать? Ладно, здравствуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, это была серьезная ошибка. Это была... Это была ошибка. Так, хорошо. Тут драться что-то как-то не особо, я думаю, будет. Давайте их выманим вон туда. Идет, идет. Ого-го-го-го-го-го-го-го. Воу-го-го-го-го-го-го-го. Воу-го-го-го, парень. Ты что, охренел там совсем, что ли? Ты же больной какой-то. Слушай. А, тихо-тихо-тихо-тихо. Его вполне можно столкнуть. Если не тупить. Давай, родной, куда ж ты пошел? Давай-давай-давай-давай-давай Отлично Хорошо Так, ну так можно и второго запилить Ну ладно, там уж я думаю Хоть маленький челлендж Блин, все старые трюки работают Вы помните, мы стального гиганта убивали именно так Чем париться Там больше же никого нет, вас тут двое Окей Давай, родной Давай замах Падай Ну или так После того, как он падает, один удар, в принципе, все, довольный уходим Лучи Неплохо рвет, очень неплохо мое оружие его рвет Хорошо Так, победим Лучи, родная Тебе нравится, я посмотрю Так, прощай А ты довольно примитивный, если посмотреть Нет, это не самый лучший удар, честно говоря, против него А вот это вполне неплохо выруливает А, черт А, черт Ах, плохо, плохо Меня радует, что я могу лечиться в движении Но то, с какой скоростью прибавляется в жизни Аааа, боли Ну что Ха-ха-ха Наша первая смерть в этой игре Это Dark Souls, да Это Dark Souls Ха, мне интересно, где же мы окажемся Что я могу сказать В принципе, мы могли его забить Но я прослабился под конец После того, как начал лечиться Я думаю, мы его забьем Следующий заход Так, ну раз мы оказались здесь То В принципе, мы сейчас можем сделать следующее Мы можем взять И вот эти души, которые мы Получили Использовать Ой, как удобно сделали Мы теперь не выходя из заинтаря Можем, собственно, этим заниматься Окей Это нам пригодится Критал разделения Это против фантомов Хорошо Гость порядка Хорошо Ну, тысяча В принципе, я думаю, нам хватит на что-то По крайней мере Эм Я по-прежнему не могу лечиться Ой, лечиться Буду поднимать уровень Давайте попробуем поговорить с ней Сейчас Я понял Ну, теперь я по крайней мере Холлоу То есть опустошенный И теперь я точно не жить Вот оно Отлично Так, ну я думаю В первую очередь Нам нужно хоть немножко Добавить себе жизни Или все же Ой, как же все это перевели Странно Учене Что такое учене? Учене Что, что интересно Такое учене Вот ученость Япона, мать Сила Физическая мощь Стойкость Мне нужна ловкость Я буду делать все по ловкости Так, хорошо Вот так И на второй уже нам не хватит Ну, в принципе, ладно Пусть будет так И вы знаете Померев первый раз И помаленьку освоившись Что такое улучшить флягу С эстасом Да, возможно Не знаю, хорошо ли я делаю Но Первая серия Они, в принципе, полны ошибок Не совсем я понял Насчет этих самоцветов жизни Честно говоря Давайте посмотрим Как у нас работает Здесь экипировка В принципе-то Эстис-пласт Мы можем засунуть Допустим сюда Теперь сможем его выпить В случае чего Хорошо То есть будем потихоньку Разбираться В этот раз мы уже Один раз успели погибнуть Но в целом, как видите Справляемся очень неплохо То есть серьезных проблем По сути нет Проблемы будут Поверьте мне на слово Я на самом деле Дико рад Что мы вернулись В Dark Souls И такой прекрасный повод Вышла вторая часть Я уже могу сказать Что она выглядит Ну примерно так же То есть практически без изменений Как и первая Первая выглядела довольно красиво С точки зрения дизайна Но при этом С технологической точки зрения Была абсолютно обычной игрой С точки зрения геймплея Вообще практически никаких изменений Я не обнаружил Но есть определенные улучшения То есть это по большей части полировка Это круто Потому что там главное было Не сломать механику Что же будет дальше И во что это все в итоге выльется Мы увидим в следующих сериях Спасибо, что смотрели С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok